МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Формирование комфортной городской среды. Продолжается реконструкция лыжной базы. Музыка друзьям Елена Баршова стала лауреатом первой степени на областном конкурсе. 80 участников и 2 часа соревнований в ресторане «Прайм» прошел первый командный турнир «Фиатсмнеф» по боулингу. Далее расскажем обо всем подробно. 48 млн. рублей на повышение зарплаты работникам образования и культуры на заседании Думского комитета. Депутаты рассмотрели корректировку бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Доходная часть бюджета увеличится в этом году на 24,5 млн. рублей, в основном за счет неналоговых доходов. Более 6 млн. рублей безвозмездных поступлений пойдут на увеличение зарплаты педагогов учреждений дополнительного образования и работников городских учреждений культуры. На 41 млн. выросли субвенции. Это 30 млн. 271 млн. увеличены субвенции в сфере общего образования муниципальных и дошкольных образовательных организаций тоже на заработную плату на фонд оплаты труда. И в общеобразовательных школах субвенции увеличены на 11 млн. 402 млн. 200 рублей. Это тоже для фонда оплаты труда. Расходная часть бюджета увеличилась на 6 млн. 227 млн. К другим новостям. В рамках проекта формирования комфортной городской среды продолжается благоустройство первой очереди лыжной базы. Подрядчиком выступает дорожно-эксплуационное предприятие, которое отвечает и за реконструкцию парка имени Зернова. Лыжную базу начали обустраивать в начале лета. Проект реконструкции сформирован с учетом пожеланий горожан. О том, как продвигаются работы на объекте, расскажем далее. Работы на лыжной базе идут полным ходом. А между тем, отставание от графика составляет практически 2 недели. Если верить вот этому плакату, сдать объект должны были 27 ноября. На благоустройство первой очереди лыжной базы направлено около 40 млн. рублей. Эту территорию саровчане выбрали голосованием по определению приоритетных проектов формирования комфортной городской среды в марте прошлого года. Генеральный подрядчик – дорожно-эксплуатационное предприятие. По проекту на лыжной базе должны появиться новый стартовый городок, трибуны на 200 мест, судейские домики, эстакады для лыжников, велопарковки, система видеонаблюдения, детская площадка, натуральное покрытие и футбольное поле. Все объекты согласовали с заинтересованными жителями. Сразу несколько изменений видны невооруженным глазом. Например, заасфальтировали круг, по которому ученики начальных классов и дошкольники бегут 500 метров, над ней бегая на лыжне России. Еще появились новые трибуны, обновляется судейский городок. Футбольное поле обнесено оградой, ворота еще не установили. Рабочие завершают укладывать плитку на зрительскую площадку. Продолжается поставка малых архитектурных форм. Параллельно начался монтаж системы видеонаблюдения. Часть дорожек еще не асфальтирована. Также проект предусматривает систему лыжных трасс и прогулочных дорожек с освещением, детскую спортивную зону и зону тренировок авиамоделистов, которые могут появиться в последующие годы при наличии финансирования. Мы отправили запрос в администрацию с целью выяснить, почему произошло отставание от сроков, какие работы еще предстоит сделать, и когда лыжная база будет полностью готова. Канал 16 следит за развитием событий. Реконструкцию парка имени Зернова планируют завершить в декабре этого года. Как сообщили в администрации в ответ на запрос нашей редакции, осталось сделать лестницу от центральной аллеи до поймы реки, установить беседки, скамейки, указатели, светильники на порах, завершить отделку на входной группе со стороны проспекта Музруква. Также рабочие должны выложить оставшиеся дорожки брусчаткой. Напомним, парк имени Зернова и набережную начали конструировать в начале лета, на средства, которые Саров выиграл в конкурсе на создание городской среды в малых городах. Работу должны были завершить в ноябре. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчан приглашают на день открытых дверей управляющих организаций. Он пройдет в актовом зале Центра культуры и досуга вне в четверг 12 декабря. Начало в 17.30. Напомним, первая встреча, в рамках которой собственники могли пообщаться с представителями управляющих компаний, прошла 24 июля в городской администрации. Тогда в ней приняли участие представители всех организаций, которые занимаются вопросами жилищно-коммунального хозяйства в Сарове. Второй день открытых дверей будет полностью посвящен работе Центра ЖКХ для лиц старше 16 лет. В Сарове продолжается подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы. Сейчас специалисты городской администрации готовят заявку на поставку памятных медалей, посвященных юбилейной дате. Саровчан, которые в недавнем прошлом перевезли в город своих родственников, участников войны или лиц приравненных к ним, просят сообщать об этом по телефону 99040. Это необходимо сделать для того, чтобы ни один из ветеранов не остался без внимания. Саровская поэтесса Мария Затонская стала лауреатом премии «Русские рифмы» в номинации «Поэзия». Об этом сообщает пресс-служба Роскульт-центра. Торжественная церемония вручения наград для молодых авторов прошла в Москве. В скором будущем стихотворение Марии опубликуют под обложкой серии новые стихи издательства «Эксмо». Солисты коллектива в Центре культуры «Досугорфиадсвнеф» выступили на открытом конкурсе эстрадной песни «Музыка друзьям» в городе Выкса. Алексей Пригляднов и дуэт «Гармония» стали лауреатами третьей степени, Станислав Сорокин и Лариса Ивлеева – дипломантами. Елена Барышева, участница студии «Апрель», получила звание лауреата первой степени. Погробности далее. Я не могу без тебя жить, мне в дожди без тебя сушить. С этой композицией солистка вокального коллектива эстрадной песни «Апрель» Центра культуры и досуга в НИЭФ Елена Барышева выступила на областном конкурсе «Музыка друзьям в Иксе», где стал лауреатом первой степени в своей возрастной категории. К выбору песен Елена подходила тщательно, а главное, чтобы каждая композиция максимально передавала состояние и настроение души. Мне ближе такие песни, так сказать, со смыслом, конечно же, да, о любви, песни такого патриотического содержания, ну, которые большие, я их так называю, то есть, ну, со смыслом, песни со смыслом. В конкурсе «Музыка друзьям» Елена принимает участие второй раз. В этом году ее соперниками стали вокалисты из «Викс» Ивачи, Сарова и Мурома. Творческое соревнование проходило в два тура. Первый тур мы исполняли две песни сразу. То есть, одну песню пропели целиком, вторую песню жюри имело право нас остановить. Потом, значит, жюри, когда всех прослушало конкурсантов, нас пригласили во второй тур, и там уже мы исполняли одну только песню по выбору жюри. Именно этот конкурс, чем он сложен, то, что он такой, так сказать, узкий такой, то есть, чисто эстрадное исполнение. То есть, там нет ни хореографии, то есть, когда вот есть такие конкурсы, где несколько жанров, то здесь все достаточно узко, только вокалисты и только вокалисты эстрадного жанра. 15 декабря в Доме культуры и досуговнеев пройдет первый сольный концерт Елены Барышевой «Мир вашему дому». Вокалистка исполнит свои любимые песни и порадует зрителя новыми композициями. Для лиц старше 6 лет. Саров – удобный город. В декаду инвалидов активисты клуба общения «Лотос» запустили в интернете акцию, цель которой – создание общей информационной базы о доступности городской инфраструктуры для маломобильных горожан и людей с ограниченными возможностями здоровья. О том, как принять участие в акции, расскажем в следующем репортаже. Пандусы, кнопки вызова персонала, таблички со шрифтом Брайля. Быть может, эти средства незаметны для большинства горожан, но они очень необходимы людям с ограниченными возможностями здоровья. С помощью них саровчане на инвалидных колясках, слепые и слабовидящие могут посещать различные учреждения города. Активисты клуба «Лотос» постоянно обследовали Саров и собирали данные о доступности здания для маломобильных жителей. Есть ли там пандусы по урочне, чтобы удобно, можно ли вообще попасть в этот объект. Разговаривали с администрацией учреждений, например. Ну и потом делали какие-то выводы. В этом году организаторы акции «Саров. Удобный город» приглашают к участию в проекте всех жителей и гостей города. Конечная цель – создание информационной базы доступности городских объектов. Чтобы охватить как можно больше учреждений города, мы вообще вот как раз приглашаем активных жителей города и сами даже сотрудников учреждений сфотографировать объекты городские, где есть пандусы по урочне, да, желтые обозначающие полоски, круги, оборудованы ли туалеты, да, ну то есть лифты специальные, подъемники какие-то, может быть, кнопки вызова тех персонала. Принять участие в акции просто. Нужно всего лишь сфотографировать здания снаружи и внутри так, чтобы в кадр попали приспособления, помогающие людям с ОВЗ передвигаться и ориентироваться в этом учреждении. Затем этот снимок нужно разместить в официальной группе «Клуб Лотос» в контакте с хэштегом «Саров. Удобный город». Хочется попросить горожан, чтобы они не оставались равнодушными, чтобы акция получилась достаточно полноценной, потому что город наш развивается, инфраструктура улучшается. Хочется, конечно, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья не чувствовали себя ущемленными, да, и смело могли посещать любое вообще здание нашего города. Акция продлится несколько недель и закончится в конце января. После подведения итогов будет принято решение – завершить проект или продолжить его. Десять кеглей и десять попыток сбить их. В ресторане «Прайм» прошел первый командный турнир ядерного центра по боулингу. За победу боролись сильнейшие спортсмены. В соревновании приняли участие 20 команд от различных подразделений в НЕФ. Подробности далее. В духе разочарования и радостное ликование спортсменов. Шар то предательски катился мимо, то с первой попытки сбивал все кегли. Выбить страйк получалось не у всех. Чтобы показать свое мастерство на турнире и вывести команду в лидеры, Диана Власова при соревнованиях старалась выкраивать время для тренировок. В свободное время она приходила в ресторан «Прайм», чтобы отточить технику бросания шаров. Тренировалась, честно скажу, каждый день. Даже до мозолей доходила. Но в результате я довольна своим результатом. Более чем. Я приходила иногда в обед на 15 минут и вечером сразу после работы на 15 минут. Первый командный турнир ядерного центра по боулингу «Шарабол» прошел при поддержке Саровской федерации боулинга и собрал 80 спортсменов. 10 подразделений в НИЭФ выставили по две команды на соревнования. Федерация боулинга активно пропагандирует этот вид спорта. Менее чем за год своего существования организаторы провели несколько соревнований. Мы провели официально, как Федерация, 4. Вот это четвертое наше мероприятие. Но благодаря нам еще порядка 6-7 мероприятий, турниров внутренних во ВНИЭФе, которые отбирались как раз лучшие игроки для того, чтобы приняли участие в нашем турнире. Ресторан «Прайм» в качестве площадки для проведения турниров Федерация боулинга выбирает постоянно. Здесь установлено оборудование компании «Брансвик», которое на протяжении 160 лет удерживает позицию мирового лидера. по производству и продаже оборудования для боулинга. Каждая дорожка снабжена системой автоматического подсчета очков и мониторами. Два часа соревнований пролетели быстро. Пока одни спортсмены набирали очки на дорожках, другие отдыхали на уютных диванах, обсуждали тактику игры своей команды и участвовали в конкурсах. Очень такая насыщенная атмосфера, радостная. Вот этот дух соревнований между всеми подразделениями. Отличная идея. Все прошло на высшем уровне. Также огромное спасибо организаторам. Всем участникам команд. Да, всем молодцы. Отличный чемпионат. Хорошо, что у нас сейчас это все проводят. Очень здорово. По итогам турнира первое место заняли спортсмены из КБ-12. С результатом 566 очков они оставили позади своих ближайших соперников. Команда «Вымпел» и «Старт», которые получили серебряные и бронзовые медали соответственно. Также наградили самых результативных игроков среди мужчин и женщин. Не шуточные страсти и борьба за каждую секунду в спорткомплексе «Юниор» прошел финал городских соревнований среди воспитанников детских садов «Малыша Ады-2019». По итогам нескольких эстафет судей определили победителя, который представит наш город на областном этапе спортивного фестиваля. Поздравляем команду детского сада «30»! С победой! Ура! Второй год подряд детский сад номер «30» становится победителем городского фестиваля «Малыша Ады-2019» среди дошкольников. В этом году они в очередной раз поедут защищать честь нашего города на областные соревнования. Весной в Иксе ребята заняли второе место. Этот результат малышей не устроил. И в этом году они поставили перед собой цель вновь пройти городской этап соревнований и стать первыми на области. Победа за нами и моя команда очень молодцы. Я люблю очень сильно соревноваться с кем-то. Мы почти всегда побеждаем первые места. Серебряными призерами на соревнованиях стали воспитанники 44-го детского сада. До победы им не хватило всего четырех очков. Но ребята не расстраиваются. Для них второе место – это тоже хороший результат. Нам очень понравилось. Мы хотели на первом месте, но так получилось, что мы на втором месте. Но мы не обиделись, потому что все равно же, у нас все равно соревнования в пути и дальше. Расстраиваться не надо и ничего не надо делать. Не плакать, ничего. Чтобы выйти в финал городского этапа соревнований для дошкольников, воспитанникам детских садов предстояло пройти два тура. Первый – полуфинальный. В нем приняли участие представители 21-го дошкольного учреждения. Всех их разделили на несколько подгрупп, где ребята боролись за выход в финальный этап соревнований. Сегодня принимало участие шесть дошкольных образовательных организаций. Детские сады – 16, 19, 35, 44, 47. Борьба, конечно, сегодня была очень энергичная. Вы видели, как дети старались. Они очень переживали за свои команды, потому что все-таки командный дух, он воспитывает волю к победе. По завершению фестиваля всем участникам вручили дипломы и сладкие подарки. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин